перед нами развилка куда поехать напротив встретили вот эту машину они нам преградили дорогу вышли молодые люди не дружелюбно настроенные они короче подумали что мы крадем их скотт вот нам скорую руку налепили пельмени щука 3 юра поймал щуку наконец-то все проклятие сняты занята вы дайте что это нас стояла под машиной такой лайфхак северный вот такая все руку будет для ближайшей деревне а это без малого 20 километров ребята всем привет сегодня у нас большая поездка в поисках рыбы едем с другом на север вот такие у нас провожающие и вот такой у нас груз теперь то уж точно нельзя сказать что дрова везешь я везу дрова все выхожу из деревни километраж обнулил один километр из дома из дома все теперь держим путь на север до города нюрпы 90 километров первая переправа у нас река вилюй тело кундядя скоро мы доедем до города нюрпы мы в городе нюрпа здесь живет у нас олис петрович мы на заправке городе нюрпа мы заправили полный бак я еще заправил автономку на запас вы еще взяли 23 литра в канистру и у нас где-то больше 90 литров отсюда мы будем ехать это на 200 километров на север продолжаем путь у нас якутии вот такое явление часто и очень часто и даже вот лошади постоянно попадают под колеса иногда они у нас в диком состоянии пасутся сами по себе зимой круглый год они так пасутся иногда рядом с дорогой иногда прямо на дороге потому что у нас сено возят по дороге для скотины и так там сено остается рядом на обочине и по всей дороге иногда ходят лошади и едят эту траву поэтому надо быть очень осторожным здесь по дороге много сел каждые 30-40 километров солнце уже село скоро у нас будет большой мост на реке марха приехали в село мар это у нас будет последняя заправка добавлю 10 литров немного но потратил в город нюрбе и отсюда через несколько километров все больше не лезет заправили 8 литров дома в 10 войдет но не вошло все едем дальше теперь у меня полный бак в нюрбе что-то не получилось залезть полный бак чуть-чуть не хватило проехали мы 135 километров так мы съехали с федеральной дороги дальше у нас где-то 70 километров на север решили закрепить колым бак на крышу начала вонять и кажется тут крышка плохая температура за бортом минус 30 ночью будет опять холодно сегодня утром было где-то минус 46 мы продолжаем путь продолжаем путь на север по муниципальной дороге 190 километров мы проехали из дома будем на месте где-то не знаю часа через два может проезжаем одну деревню я здесь никогда не был дальше у нас еще будут 2-3 маленьких деревень дорога тоже муниципальная подъехали еще к одной деревне проехали 205 километров мы едем еще дальше перед нами развилка куда поехать хорошо что у нас есть карта и мы должны поехать направо вот сельские ребята работают правда мы обогнали справа но только что так можно было обогнуть он сам обозначил что налево ушел был уклон и он сеном направо не вышел бы чем дальше мы едем тем уже становится дорога едем по зимнему туннелю очередная деревенька сейчас нам на мне надо подключить передний мост отвернуть хабы здесь если на дороге встретиться с другой машиной то разъехаться очень проблематично на задней приводе будет обязательно надо будет выйти в крювет еще одна деревня ламп все меньше и меньше с каждой деревней мы отдалились от федеральной дороги уже на больше чем 40 километров а ехать нам еще где-то 20 или 30 даже у нас следующая развилка мы поедем сейчас налево проехали 226 километров едем продолжаем ехать как бы по зимнику остановились попить чай ребята хочу вам рассказать про очень интересный канал недавно я наткнулся и я думаю что его канал вам обязательно понравится потому что он тоже живет в нашей республике Якутии но он живет в центральной Якутии тоже рассказывает про север наш про быт как живут люди в нашем регионе ссылка канала будет в описании обязательно посмотрите ребята и надеюсь что вам понравится этот февер вот такой у нас минус 59 всякие трюки показывать не буду вот такой у нас термометр показывает вот столько случайно холодно тебе нет да они даже не трясутся ничего от холода обычно животные когда землят они же трясутся всякие ноги там поднимают у них нет они ослабленные такие все в порядке все окей ребята мы заблудились очень много проехали пока не доехали на зимовку то ли охотничали то ли коневодческая база дорога дальше не идет оттуда дорога оттуда только обратная тупик придется ехать обратно до населенного пункта последнего никакой развилки там не было вот данные с карты оказывается неправильные может старые не знаю с последнего села мы проехали довольно много около не знаю больше десяти километров явно вот такое у нас путешествие или ориентирование но зато следующий раз будем знать дорогу вот у нас появились сопровождающие ребята тут маленькая неловкая ситуация вышла когда мы ехали обратно вот скани базы напротив встретили вот эту машину они нам преградили дорогу вышли молодые люди недружелюбно настроенные они короче подумали что мы крадем их скот ну бандиты короче приехали там скани базы позвонили что какая-то машина подъезжала и уехал вот ребята насторожились приехали мы еще объяснили что мы заплутали едем на рыбалку потом все весело поговорили и они решили нам показать дорогу вот такая у нас приключение пока время полдесятого вечера полдесятого 6 час мы за рулем на дороге думаю скоро мы доедем благополучно а и 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 Это альтернативный? Да. Айтернативный просто. Это не то, что я не могу сказать. Да. Мы это любили и не ходили. Мы и не спрашивали. Да. Это не то, что мы получили. Продолжение следует. У меня есть место. оказывается юрий узнал машину о том что я блогер он указал нам правильную дорогу сейчас мы уже едем до следующей конечной деревне вот той деревне нас ждет путь то есть дорога до реки я его спросил а что правда ли крадут у них лошадей он говорит нет но им было как сказать оказывается там связь ловит и тот человек который сторож сразу позвонил ему и было интересно что за люди что за какими намерениями туда доехали туда куда никто не доезжает а вы доехали там было 250 20 туда 20 обратно мы потратили пустую 40 километров едем дальше вот наша крайняя деревня отсюда уже 15 километров до реки дорога надо еще найти короче выехали из деревни заплутали короче наугад поехали по одной из дорог на всякий случай включил запись трека надеюсь мы доедем до реки проехали от деревни 21 километр истина где-то рядом мы вот-вот доедем до реки вот такая таежная дорога но она правда укатанная но ухабистая было очень много развилок мы вообще по интуиции ехали и угадали и угадали вот мы уже подъехали к реке ищем место спуска вот мы и доехали а А это... Ооо... Не знаю... Вот это... Ооо... Ооо... Вот приехали на клевое место Поговорились ребята Местные Очень хорошо нас встретили Мы решили вот тут Обустроиться Время пол первого Мы только закончили Постановкой базы Затопили печку Сейчас варим чай Сварим пельмени Поужинаем И будем спать Палатка Куб 4 Такое освещение Протянули С машины Машину закрыли На портативный гараж Поставили на Автозапуск На улице Минус 35 вроде Безумный день Безумный день Прошел сегодня Вот нам Скорую руку Налепили пельмени Благо у нас пельмени Минуса Была Шутка Горе рыбаки Забыли пельмени В салоне машины Надо было наверх В багажник Кинуть Они Местами Слепились Ну мы Сейчас их Приготовим Поздний Ужин Мы Проголодались 9 часов На дорогу Потратили Потом Обустраивались Ребят Встретили Сейчас Поздний Ужин Мы Даже Лунки Не пробурили И Будем спать У нас есть Спальники Раскладушки И В палатке Будем спать Машину Поставил На автозапуск В принципе Ничего страшного Приятного Нам Аппетита Так Пельмени Мы Покушали Подключил Автономник Синжи 5 кВт Тут Хобот Убрал Только Подключил Скорость Поставим На самую Маленькую И Она Вот Так Будет Поддерживать Тепло Соответственно Мы Топим Печку На улице Минус 40 Ребята Палатка Трехслойная Если Если Печку Хорошо Затопить То Тут Конечно Ташкент У меня Есть Кресло Которое Я купил Магазин Егерь Она У меня Как Половина Раскладушки А Вот У Юрия Есть Раскладушка Настоящая Детсадовская И Вот В таком Положении Мы Будем Ночевать Будем ждать Клёв Утренней Благо Осталось Несколько Часов И Вот Такая У нас Рыбалка Экстремальная Доброе утро Страна Вот Такое У нас Утро Вот Такой Красивый Пейзаж Ребята Рыбачат Вот Вот Такие Рыбы Мы С утра Наловили Вот Такие Щучки Размер Вот Такой Сейчас Мы Поедем Где-то Вон туда Там Где Рыб Много Но меньше Пришли На Другое место Лед Толщина где-то метр метров десять Сейчас Опустим Камеру Посмотрим Кто там Толщина 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 К Толщину Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Вот люди, мешок рыбы наловили, вместе с нами приехали они, мы вместе в принципе приехали, но у нас рыбы меньше, потому что мы не умеем рыбачить, а вот ребята умеют, поэтому вот так наловили. Музыка 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 так тесно патрики еще не было еще вещи на крыше мы рыбалку закончили у нас появилась вот такая задача у наших новых друзей рыбаков сломалась машина у вас сначала сел аккумулятор пытались завести ручки и случайно повредили повредили радиатор и я жидкость утекла возьмем на буксир тут вот такой ребята угадайте что это она стояла под машиной это у нас предпусковой подогреватель из печи достается горячий горячие угли кладутся туда под машину и закрывается тентом минут через двадцать-тридцать любой мороз вот такой лайфхак северный а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая буксировка будет для ближайшей деревни А это без малого 20 километров Хорошо, что у меня есть очень хороший трос фирмы T Plus Если хотите сделать на 23 подарок, сделайте джиперу вот такой Отличное качество, у меня на 12 тонн Очень много раз уручала фирма T Plus Едем, полет нормальный Такие А у ребят есть рация, мы говорим с ними на работе Мы говорим с ними Говорят Остановитесь Им надо протереть стекла Запотевают На улице Минус 30 Вот так едем Ну вот, наконец-то подъезжаем к деревне Ехали Сколько? Полтора часа Включили фару на остатке аккумулятора Потому что на улице темно Дорога плохо видно И мы сейчас доедем И путь домой Около 300 километров Приехали из тайги в деревню первую 25 километров Дорога И взяли Оттолкали Все, помогли ребятам Доехать до деревни Они тут оставили машину Которая сломалась И им тоже Надо ехать дальше Транспорт у них есть Чуть не пропустил Наконец-то мы доехали До федеральной дороги От 331 Отсюда у нас Где-то 190 километров До дома Остается И мы до дороги Со всей этой Буксировкой Туда-сюда Приехали за 4 часа Дорога заняла 4 часа Буксировка Спокойная Я на пониженной ехал Таежная дорога Медленно, но верно Мы дотащили УАЗик с прицепом Прицеп, правда, был Не такой уж тяжелый Там груза у них почти не было Палатки всякие Пустые канистры Запаска Ну вот так мы помогли Очередной раз Людям Которые нуждаются В помощи Но они еще хотели Оставить машину Вообще в тайге Там же В избушке Потом когда-нибудь Приехать за ним Или позвать Какую-то машину Чтобы забрать Для меня В принципе Не трудно Я немного Оставил Людей В такой ситуации Помог Конечно Ну и вы Конечно Всегда Помогайте Тем Кто Нуждаются В помощи Доехал До города Нюрбы Заправился И финишная Прямая До дому 80 километров А я хочу Вас предупредить Что 23 Февраля Будет стрим С отцом Прирученный Дню Защитников Отечества И Конечно Будет Сбор Для Соревнования Кубка Северного Патрика Вот такой Анонс Так Очень Интересная Поездочка У нас Была Надеюсь Вам Тоже Понравилось На этом Я прощаюсь С вами Всем Удачи Всем Пока